Программа НЭМИ это сокращенная аббревиатура новой экономической эволюции мира. Почему эволюция? Потому что за сто лет наша территория российская четыре революции пережила, даже больше некоторые страны, поэтому не хотелось бы к этому приходить. А задача общества это эволюционировать. Мы здесь говорим о новой экономической эволюции мира, то бишь одна из главных задач, чтобы человек стал финансово грамотным, инвестиционно грамотным. Потому что за сто лет истории мы увидели, что изменились многие процессы, но, к сожалению, люди примерно живут точно так же, как и сто лет назад. Ну, у нас есть лучшие телефоны, телевизоры есть и так далее, но фактически состояние людей не улучшилось по одной простой причине, что финансовое общество и безграмотное, как инвестиционное, так и финансовое. Андрей Хавратов многопрофильный профессиональный инвестор, коуч и бизнес-тренер по финансовому и инвестиционному развитию личности, автор и создатель Академии частного инвестора, председатель инвестиционного совета международного объединения, генералы мира за мир. Неми дает возможность стать людям совладельцами многих предприятий, теми особенно, которыми они пользуются. Это сегодня выражается примерно за сто лет, пришло выражение, ты совладелец как акционер компании, но не всегда в новые компании они продвигаются на рынок. И вот за счет того, что сейчас нам наступают на пятки крауд-экономика и крауд-файдинг, крауд-инвестинг, которые уже с 1 января, это 2020 года полностью реализуется программа и в Российской Федерации. То есть возможность по крауд-файдингу, крауд-инвестингу простым людям становиться совладельцами разных компаний в разных условиях с разными параметрами и иметь от этого выгоду. А выгода может быть как финансовая, так и выгода может быть поехать отдохнуть со скидкой куда-то. То есть это и есть одна из задач, чтобы экономика в будущем перешла именно в новую экономическую эволюцию мира с помощью того, что люди будут образованными и грамотными. Если исторически взять вообще во всем мире, лидирует по финансовой грамотности Соединенные Штаты Америки, потому что более 85 процентов населения имеют брокерские счета на фондовом рынке Америки. На самом деле их пенсионная программа просто так создана, что хочешь или не хочешь, у тебя есть счета в брокерских компаниях. И потом, когда ты получаешь пенсионный сертификат, выходишь на пенсию, ты можешь этим пенсионным сертификатом делать что хочешь. А в наших странах ну немножко как бы эта ситуация оттягивается. Тем не менее, общество приходит к тому, что мы сегодня благодаря выходу на фондовые рынки можем уже стимулировать собственную экономику. Последний пример, даже создатель Tesla в свое время, Илон Маск, на первой автомобиле он собрал деньги по кредфайдингу. То есть на выставке было выставлено автомобиль, он говорит вот такой автомобиль я хочу производить, было собрано определенное количество денег и запустился завод. Вот он уже принцип абсолютно новой экономики. И это уже не теория, это даже практика. Так вот, что мы можем достигнуть с помощью НЭМИ? Это увеличение и стимулирование собственной экономики. Когда люди, пользуясь именно товарами, услугами или будучи совладельцами каких-либо предприятий, они могут и стимулировать развитие этого предприятия и стать потребителем продукции этого предприятия. То есть достаточно хорошая вещь. К сожалению, и 1998 год, и 2008 год показал, что многим инвесторам, многим частным инвесторам, что доверять, ну скажем, вслепую просто компаниям, которые говорят, несите ваши денежки и мы знаем, как больше сделать денег, уже нет резона. Сегодня нужно этому обучаться. И вот в 2011 году я создал Академию частного инвестора для того, чтобы нести просвещение в массы и обучение по финансовой инвестиционной грамотности. Я сделал вывод, что те общества и те страны, в которых развитое население по финансам, по инвестициям, в моменты кризиса люди не терпят фиаско. Люди, наоборот, еще больше начинают зарабатывать. А в тех странах, где не развита финансовая инвестиционная грамотность и образованность, к сожалению, эти страны терпят серьезные кризисы, передряги и неприятности для населения. Так вот, в 2011 году, после очередного кризиса 2008 года, я создал Академию с целью просвещения населения по финансовой инвестиционной грамотности для того, чтобы научиться правильно размещать свои финансы, правильно защищать свои деньги и, самое главное, оберегать свои деньги от потерь. Теряют ли люди деньги вообще, когда инвестируют? Теряют. Но одна из главных задач научиться созданию такого инвестиционного портфеля, либо глобального инвестиционного портфеля, который позволит человеку даже при потере каких-то инструментов, в каких-то инструментах деньги, другие инструменты, они поведут его в плюс, в большой плюс. И приведу простой пример. Вы вложились, может быть, в 10 каких-то инструментов. Акции, там, Газпрома, акции какой-то неизвестной компании, акции Apple, известной компании, акции, там, Microsoft, акции Норникеля, если в России говорить, акции Сбербанка, да, и, там, какие-то, может быть, акции каких-то неизвестных компаний. И вот, если 3 или 4 компании прогорели и ушли в минус, но другие компании дают плюс, а если говорить по Сбербанку, в прошлом году он дал самые большие прибыли. То есть ни Лукойл, ни, там, Газпром, ни Норникель, ни даже, если в процентном соотношении по прибыли, он опережает многие даже американские и европейские компании. Поэтому, если человек вот так вот разместил свои финансы в 10 инструментов, и 3 или 4 пошли в минус, но есть те, которые дали большой плюс. Поэтому, как это возможно сделать? Только с помощью знаний. И совсем недавно вот на площадке Академии мы создали так называемый тренажер, который называется гений финансов. То есть это настольная игра в виде монополии, если кто-то играл, либо кэшфлоу. Есть Роберт Кийосаки, который нам дал такую вот хорошую игру кэшфлоу инвестиционного развития. Гений финансов похоже, что это среднее между монополией и кэшфлоу, где человек на поле, когда он играет за 4-5 часов, может увидеть свои прошлые 5-7 лет, как он поступал неправильно с финансами. Он может в настоящем, сейчас выполнять домашние задания, создавать потоки, делать балансовые отчеты. То есть я как бизнес-тренер с большим стажем увидел одну уникальную вещь в этой игре, когда люди, вот ты даешь задание, когда тренируешь его, и он не делает домашние задания. А здесь здесь 4 часа, как многие говорят, хочешь не хочешь, домашние задания приходится делать. Брать калькулятор, считать балансовый отчет. Как же это будет? А кто быстрее считает, тот быстрее покупает инструменты, у того больше активов, тот быстрее может выйти в большое поле игры и стать большим бизнесменом. У нас даже есть такое банкротство, когда человек становится большим бизнесменом, неправильный шаг, он обанкротился и опять возвращается на маленький круг, скажем, круг успеха такой, круг развития. Так вот, благодаря гению финансов можно увидеть это очень быстро. Поэтому мы совместили, я считаю, такие три очень важных направления. Новая экономическая эволюция мира, она не может быть реализована, если не будет образованное общество. И мы взяли на себя, как Академия частного инвестора, задачу просвещения населения. Сегодня у нас почти миллион человек уже в разных странах мира, примерно 50% это российского населения, где-то около 500 тысяч, которые получают первичные знания. Затем люди могут проходить дальше и более глубокие знания получать. И благодаря вот этим знаниям люди могут уже выбирать либо самостоятельные инструменты и инвестировать туда, куда им хочется. Естественно, мы им консультируем, если человек заказывает консультацию. Либо он может входить в те программы, которые созданы при новой экономической эволюции мира, при этой программе, которую мы реализуем. Поэтому я хочу сказать, что новая экономическая эволюция мира, она фактически уже пришла на разных территориях, в разных экономических системах, она уже работает. То есть это не означает, что где-то она как теоретическая часть, где она не работает. Она работает и в Китае. Есть некоторые доказательства работы этой экономики, когда есть деревня Хуаси, где каждый житель этой деревни является акционером корпорации Хуаси. А Хуаси это корпорация, которая экспортирует разные товары и услуги. И вот они, являясь акционерами, получают прибыль за счет продажи всего товара по всему миру. Сегодня мы пользуемся Facebook соцсети, известной в соцсети, кто является акционером. Он не только является собственником, но еще получает дивиденды. Каждые три месяца Facebook платит, когда человек какую-то рекламу создает. И даже если он не создает, просто пользует, он тоже получает дивиденды. Поэтому это уже работает. Мы ничего нового не придумали. Мы просто решили объединить эту систему в общем и дать людям возможности как работать с нашей площадкой, так и работать со всем миром через нашу площадку, либо напрямую с любыми брокерскими компаниями. Человеку в последнее время хочется работать не за деньги, а хочется работать, выполнять любимое дело, еще зарабатывать на этом деньги. Но, к сожалению, так как человека тянет, обязательство нужно обеспечивать семью, нужно платить за собственную квартиру или дом, нужно обязательно оплачивать, если у него в кредит автомобили, ему приходится заниматься не любимым делом, а просто добывать себе деньги на пропитание, на то, чтобы закрыть все расходы. С программой NEMI человек, став совладельцем в разных направлениях, он получает дивидендный доход, который может в течение четырех, пяти, максимум десяти лет создать ему пассивный доход больше, чем сегодняшняя зарплата. И тогда человек может заниматься любимым делом и создавать какие-то блага для всего общества. И замечено было следующее, что когда человек по статистике работает и занимается любимым делом, его производительность в десятки раз выше, чем он занимается нелюбимым делом. И, конечно же, реализация программы NEMI возможна только тогда, когда во всем мире будет мир. И если вот задать любому человеку вопрос, что самое главное он поставил бы на первое место? Деньги, здоровье или мир? 90%, где даже 95% и 100% людей отвечают, первый мир, второе здоровье, третье деньги. И это естественно, потому что если не будет мира, то человек уже не думает ни о здоровье, ни о деньгах. Его задача – это выжить. Поэтому в прошлом году мы подписали договор как Академия частного инвестора с Международным объединением генералы мира за мир. Вот здесь вот как раз в прошлом году, 28 или 29 марта, мы подписали договор с Анатолием Скаргиным, генерал объединения, и начали активно действовать в этом направлении, создавать движение, подключать. Оказывается, у нас очень огромное есть количество наших клиентов, которые тоже генералы, тоже поддерживают. Они очень быстро вошли в это объединение. Есть те, которые уже участвуют в каких-то организациях. За мир какие-то объединения в Африке, в Азии. Они тоже написали заявление, стали членами этого объединения. Я возглавляю институционный департамент в этом объединении. И вот в этом году я очень рад тому, и меня переполняют чувства такие серьезные, потому что мне вручили генерал-майора, я стал первым народным генерал-майором объединения генерала мира за мир. И я вспомнил даже свою маму, она говорила, я всегда мечтал, чтобы стал генералом. Я говорю, мама, ну вот видишь, я говорю, и бизнесмен, и бизнес-тренер, и я даже генералом стал в свои 50 лет. Вот сейчас я понимаю, что только благодаря миру во всем мире могут люди стать богатыми, процветающими, счастливыми и обеспеченными. Поэтому одна из главных наших задач это объединить, конечно же, почему объединение генералами за мир. У нас сходятся наши планы, то есть у меня задача, как Академия просвещения населения по финансо-институционной грамотности, это более миллиарда человек. И, естественно, когда я встретился с генералом Скаргиным, я говорю, какие ваши цели? Он говорит, я хочу, чтобы в объединение вошло больше миллиарда человек. Когда будет больше миллиарда человек, у нас станет мир во всем мире. Поэтому две цели моих очень сходятся, и я рад тому, что даже в этом объединении я несу какой-то вот знамя такой свое за мир. Мир во всем мире, он возможен только тогда, когда общество будет образованное, когда общество будет грамотное. И я где-то недавно прочитал в интернете в одной статье, что однажды вот человек должен был стать разумным, гомо сапиенс, а задача в 21 веке человеку стать гомо спиритусом, человеком духовным, для того, чтобы нести внутреннее состояние духа, силы, любви, процветания, мира и богатства.